Тумсо, Путин, оказывается, у нас Петр Первый, и он не заплатывает, а возвращает. Всегда удивляли такие рассуждения, почему им все должны возвращать, а они якобы никому ничего не должны вернуть. Смотрел интервью Яшина Дудю, где тот утверждает, что Кадыров готовит некий переворот на Кавказе, где стремится установить тут шаря. Очередные добровольцы, которые вернулись, они записали обращение к Рамзаму Кадырову. Иудов очень долго с ними разговаривал, и вообще много там всего, конечно, интересного высказал. Но я хочу обратить внимание на один момент. Тумсо, про своего брата и суд будущий над киллером скажи что-нибудь. Так, кстати говоря, он уже не будущий, он уже идет сегодня, вчера он начался в среду, по-моему. Уже первое заседание провели. Вообще намечено, по-моему, 30 с лишним заседаний. Короче, это очень такой длительный процесс, они его планируют закончить к концу года. Но что-то мне подсказывает, что не уложатся они в этот план. Скорее всего, наверное, на следующий год перейдет этот процесс. Перед судом предстал житель Чеченской Республики, уроженец села Ведино, Валид Дадакаев, который на протяжении уже, по-моему, 17, если я не ошибаюсь, лет проживал в Германии в статусе беженца. Беженца. Но при этом активно, ну, после получения, видимо, документа, вида нажительства. Кстати, я не знаю, он имел статус беженца или гуманитарный, потому что в Германии есть два вот этих статуса. Скорее всего, он, наверное, имел гуманитарный, я так думаю, потому что он свободно ездил домой. И в последнее время говорят, что он больше времени проводил в Чечне. Ну и оказался он таким, значит, двойным агентом. Он, кстати, работал на немецкие спецслужбы, как оказалось. И параллельно работал еще и на российские. Имел прямую связь с двоюродным братом Рамзана Кадырова. И кто ему, собственно, и заказал убийство моего брата. И вот чем он хотел это все осуществить, нанял киллера. Я об этом отдельный ролик снимал на моем канале. Можете посмотреть все подробности этой темы. В общем, сейчас он предстал перед судом. И ему грозит, по-моему, от 3 до 15 лет по двум обвинениям. Это, значит, обвинение в подготовке тяжкого преступления. И, значит, незаконное ворот оружия, так как у него был изъят пистолет сбушить ее. В общем, по этим двум статьям ему грозит вот это вот наказание. Ну и посмотрим, будем наблюдать за процессом. Посмотрим, что с этого получится. Брат, слышал новость. Историка Хачимурата Даного уволили с должности заместителя музея Тахогоди по доносу Ставропольского клуба ветеранов спецслужб говорят, что Даного сепаратистов. Я, да, видел, следил за этой темой. Ну да, я не знаю, что по этому было сказать. Ну, такая вот реальность. Не понравилась там каким-то ветеранам его деятельность, то, что он говорит. Хотя я не знаю, что именно там им могло не понравиться. Какие-то он там якобы посещал мероприятия, которые типа к сепаратизму там людей, настраивают и так далее. Ну, к ним прислушались. Факт, что к ним прислушались. И это внезапно, так знаете, оказалось, что какая-то общественная организация каких-то там ветеранов в российской системе, тем более на Кавказе, имеет какое-то влияние, может написать письмо, и в результате этого могут каких-то людей, значит, уволить. Ну, понятно, что если бы это был угодный власти человек, то по записке каких-то ветеранов его бы, конечно, не уволили. Он изначально был человек, который не сильно, наверное, был интересен дагестанской власти, российской власти в Дагестане. Поэтому его, значит, уволили. В том числе, Путин, оказывается, у нас Петр Первый, и он не захватывает, а возвращает. Всегда удивляли такие рассуждения, почему им все должны возвращать, а они якобы никому ничего не должны вернуть. А нам с вами нужно смириться с тем, что у каждой стороны всегда есть своя правда. Так что, ну да, конечно, Путин будет с такой стороны это представлять. Истина, она одна, а правда, она всегда у каждого своя. Поэтому это вот правда Путина. Он не захватывает, он освобождает, он в этом убежден. Мы же с своей стороны, у нас своя правда, мы должны быть убеждены в своей правде. А истина, она только одна. Ну что, скажите, у вас есть вообще своя жизнь? Столько лет вы занимаетесь блогерством, столько лет вы снимаете видеообращения для нас. Я просто надеюсь, что вы чем-то еще живете, помимо этого. Да, у меня есть своя жизнь, но она как бы не отдельная, она, ну, все параллельно проходит. И, значит, деятельность, и личная жизнь, все вот идет как-то параллельно. Смотрел интервью Яшина Дудю, где тот утверждает, что Кадыров готовит некий переворот на Кавказе, где стремится установить тут шариат. Да, я вот буквально перед эфиром посмотрел это интервью, но он там не так выразился. Он сказал, что на Кавказе типа устроить некий халифат якобы он хочет. Ну, это вот такое, знаете, такое заблуждение российских некоторых политиков. Они вот себе таким образом представляют халифат. Ну, что поделаешь, у меня вообще есть много вопросов к Яшину, к его взглядам, к его высказываниям. И я понимаю, что это далеко не дружелюбный нам, не дружелюбно настроенный к нам человек. Чтобы он, как бы он там против него выступал именно в Украине. В вопросах войны с чеченцами у него однозначная будет позиция, абсолютно как бы тождественная с Путиным. Поэтому это не сильно, у меня нет каких-то, короче, иллюзий насчет этого человека. То, что он не любит Кадырова, ну, да, многие не любят. И в российской власти, там, в системе его не любят. Потому что он явно где-то себя ставит, там, противовес им. Да, они с удовольствием, наверное, бы его снесли. Но от этого империалистических каких-то идей в отношении Кавказа, эти идеи они разделяют. Насчет Украины у них другие взгляды, но вот насчет Кавказа, там у них прям идиллия в этом вопросе. Тут на днях очередные добровольцы, которые вернулись из Украины, вернулись живыми. Они записали обращение к Рамзану Кадырову. Дескать, им, значит, обещали всевозможные льготы, там, выплаты. И один из них даже пенсионер, он говорит, что, мол, мне обещали сохранить пенсию. А пенсию, говорит, не сохранили. Я, мол, туда уехал, за это время мне остановили выплаты пенсии, и теперь их не возобновляют. Куда бы мы ни пошли, значит, нигде нашими делами никто не занимается. Нас, в общем, как какой-то отработанный материал издет, отволивают. Рамзан Ахматович, пожалуйста, помоги. Такое обращение они записали. И, конечно же, на это моментально отреагировали. На любую подобную общую тему, какую-то, даже не критика, это жалоба, скорее всего. Но это жалоба, которая граничит с критикой, понимаете. Это прецедент того, что там не выполняются какие-то обещания. Что, в общем, на это очень серьезно реагируют. И вот на этот их жалобу также отреагировали. Этих людей, значит, привезли к Иудову, к руководителю Гадырилского парламента, если кто забыл его должность. И Иудов с ними поговорит. Иудов очень долго с ними разговаривал и вообще много там всего, конечно, интересного высказал. Но я хочу обратить внимание на один момент. Иудов здесь говорит, что вот, мол, учитывая, что вы, значит, находитесь на войне, что вы там в трудном положении, пожалев как бы вас, разве вам не сделали контракты, не заключили с вами контракты так, что вы даже об этом не знали? То есть о заключении контрактов с вами вы даже не знали. Разве, мол, не сделали мы таким образом с вами контракты? Как бы упрек им, говорит Иудов, упрекая их тем, что, мол, да столько мы позаботились о вас, что заключили с вами контракты, в то время как вы даже об этом не знали. Я твой фанат, Иудов. Ты просто, ты меня радуешь реально. У этих, я не знаю, умышленно ты это делаешь или неумышленно у тебя так получается. Или ты реально выдаешь вот такие моменты, но ты вскрываешь всю эту подноготную, вся икадыровская система. Как вы сделали с ними контракты таким образом, что они даже не знали? Как можно заключить контракт с человеком так, чтобы он не знал, что с ним сделали контракт? Кто, кто с его стороны подписал этот контракт, интересно? Как вы могли сделать с ними эти контракты? Я бы много, знаете, мог бы вообще всю эту беседу раскрывать. Там вообще много интересного вы можете послушать. Там вы поймете, насколько этих добровольцев надувают, насколько на них делают деньги. Вы просто послушайте про выплаты, о которых говорит Иуда, которые им полагаются. Он там прям называет эти цифры. Там до миллиона рублей каждому, как я понял, должно выплачиваться. Но по факту они ничего из этого, конечно, не получают. Но самый вот интересный момент – это заключение контракта. Они даже не знают, что они контрактники, что с ними заключили контракт. Что Министерство обороны России заключило с ними контракт, что им полагаются какие-то выплаты. Вы понимаете, представляете вообще, что там происходит? И это в свет вот так вот сидит председатель парламента. И в свет так говорит. Мы заключили с вами контракты, а вы даже об этом не знали. Вот смотрите, какие мы хорошие. Мы за вас позаботились, значит, о вас. Но то, что это полный абсурд, это нарушение всевозможных вообще законов, заочно с кем-то делает контракт. Но вы не можете, Иудов, если ты не знаешь, я тебе немножко ликбез сделаю по этой теме. Контракт нельзя заключить заинтересованным лицом, не поставив его в известность. Он должен подписать этот контракт, согласившись со всеми пунктами в этом договоре. Договор – это и есть контракт, понимаешь? И только после того, как он подписывает контракт, он становится контрактником. А если вы по каким-то причинам, под угрозами, шантажом или как-то обманув человека, отправили воевать, а потом без него сделали какой-то контракт, сами его с объектом подписали, я открою для вас новую информацию. Но это не контракт, это нарушение. Это вообще ничего под собой не несет такой документ. Он ничего из себя не выставляет, никакой юридической силы он не имеет. За это вообще нужно судить. Это подделка документов. Так что я, конечно, благодарен тебе за то, что ты выдал эту информацию. Она нас очень повеселила и вскрыла то, что у вас там происходит. Но так для себя учти, контракты таким образом не заключаются. Вы наверняка там уже потеряли вообще связь с действительностью, с какими-то юридическими аспектами, правовыми механизмами. Вы уже давно от этого всего отошли. Поэтому вам нужно иногда об этом напоминать. Я поэтому это делаю. Имея в виду, так контракты не делаются. Делать дело и хотя бы ставьте в известность людей, чтобы вы с ними заключили контракты, чтобы они знали об этом. Субтитры сделал DimaTorzok